Теперь поговорим о самом интересном в области космонавтики. Начнем с рекордных цифр. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» установил новый рекорд. 25 апреля в 4.51 по Москве с космодрома Байконур стартовал очередной ракетоноситель, призванный помочь астронавтам на МКС и доставить полезный груз. Однако время, за которое он достиг станции, оказалось рекордным. 3 часа и 20 минут. Это очень быстро, я, бывает, столько в пробках стою, а здесь можно на орбите оказаться. Но абсолютный рекорд все же принадлежит СССР, который в 1968 году провел стыковку двух беспилотных кораблей «Космос» спустя всего 47 минут после запуска. У США в 1966 году так и вовсе подобный маршрут занял всего 34 минуты. Как работают космонавты на удаленке? Вообще возможно ли это? Следующий сюжет вас удивит, потому что да, и космонавты тоже могут работать из дома. Все перевелись на карантин и космические специалисты не исключение. На этот раз команда всемирно известной миссией марсохода Curiosity докладывает о переходе на управление из дома. Да-да, сложными техническими устройствами, работающими на другой планете в сотнях миллионах километров от нас, реально управлять с домашнего лаптопа. Хотя, конечно, спектр возможностей заметно ограничен. Так они строят трехмерные модели окружения вокруг марсохода, совместно с коллегами изучают ландшафт с помощью очков дополненной реальности и принимают сложные и ответственные решения по дальнейшему пути Curiosity. Помимо этого инженеры общаются с сотнями ученых по всему миру, ведь в программировании любой последовательности действий Curiosity может участвовать порядка 20 человек. Так работает настоящий коллективный разум. Загадка последних 20 лет, кажется, нашла свое решение. Существование далекой планеты поставили под сомнение. Еще в 2004 году телескоп Хаббл наблюдал один из самых эффектных объектов за всю свою многолетнюю историю. У края плотного диска пыли и обломков, окружающего одну из самых ярких и близких звезд, была замечена яркая точка массивной экзопланеты. Спустя 10 лет, в 2014 году, ученые вновь взглянули на это место, но никакой планеты там уже не было. Оказывается, в том месте произошло еще более редкое явление. Катастрофическое столкновение крупных зародышей планет. Именно этому открытию были посвящены последние исследования. Ученые до сих пор спорят, так ли все было на самом деле, но это не отменяет факта наблюдения за уникальным и редким космическим явлением. Ведь, по словам ученых, такое происходит лишь раз в 200 тысяч лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова